Начинаем передачу для школьников. Слушайте радиоспектакль «Робби, верный рыцарь», созданный по рассказу известного американского писателя-фантаста Айзека Азимова «Я робот». Спасибо, профессор Келлин. Я полагаю, что нашим радиослушателям было интересно услышать, как звучат голоса ваших роботов. Как я уже говорил вам, профессор, радиокорпорация, которую я представляю, ведет эту передачу для миллионов радиослушателей. Простите, мистер... Смит, Генри Смит. Нельзя ли покороче, мистер Смит? У меня мало времени. Да-да, я понимаю. Доктор Келлин, а можно попросить ваших роботов немного рассказать о себе? Ну, чем они и занимаются? Я думаю, они вам не откажут. Верно, друзья? Размер с удовольствием! Почему бы не рассказать? Очень хорошо, очень хорошо. Кто начнет? Может быть, ты, Спиди? Я готов, доктор Келлин. Спиди у нас поэт. Пожалуйста. Последнее время я творю для детей. Растет цветочек аленькой под дубом вековым. Расти, расти, мой маленький, склонился дуб над ним. По-моему, это очень трогательно, Спиди. Я разделяю ваше мнение, профессор Келлин. На стихи Спиди я написал песню, и ее уже поют дети. Как вы догадались, Майкл, наш композитор, тоже робот. Спасибо, Спиди, спасибо, Майкл. Теперь твоя очередь, Дэйв. Я робот-рудокоп. Не поэт, не композитор, рудокоп я. Джентльмены, этим все сказано. Как ты себя чувствуешь, Дэйв? Благодарю вас, доктор Келлин. Немного устал. Можно я присяду? Конечно, Дэйв, отдохни. Ну, а что интересного скажешь ты, Эрби? Эрби робот-ученый. Да, я ученый, доктор Келлин. Кстати, только что я ознакомился с гиператонной теорией, которую вы мне дали. Ну, и что ты скажешь о ней? Это невероятно просто. Да смешного просто. Видите ли, когда гамма и моночастицы взаимодействуют между собой в магнитном поле под влиянием силы гравитации. Нет, нет, Эрби, мне за тобой не угнаться. Подробнее ты мне расскажешь об этой теории в другой раз. Ну, и, наконец, тебе слово, Джейн. Добрый день, доктор Келлин. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я робот-секретарь. Гарантирую абсолютно точную и аккуратную работу. Спасибо, Джейн. Мы в этом не сомневаемся. Спасибо, друзья. Да, спасибо, спасибо. Спасибо. Замечательно. Благодарю вас, профессор Келлин. Если вы позволите, я бы хотел задать несколько вопросов лично вам. Задавайте. Фирме US Robots, производящей роботов, 75 лет. А сколько лет вы занимаетесь роботами? Пятьдесят. Пятьдесят. Да, в 2008 году я получила степень доктора и начала работать в US Robots. Пятьдесят лет с роботами. Немалый срок. Ничуть, если это ваше прошлое и ваше любимое дело. Я думаю, как быстро они пролетели, эти пятьдесят лет. Кстати, вам, вероятно, уже успели сказать, что за это время я стала сама похожа на робота и что во мне нет ничего человеческого. Что вы, доктор Келлин? Ну, хорошо, что вы еще не научились врать, Генри. Впрочем, я вас перебила. Профессор, вы робопсихолог. Много лет изучаете психологию роботов. Что вы можете сказать о них? Сколько вам лет? Двадцать три. Тогда вы не помните, каким был мир без роботов. Было время, когда перед лицом Вселенной человек был одинок и не имел друзей. Теперь у него есть помощники. Создания более сильные, более надежные, более эффективные, чем он. И абсолютно ему преданные. Вот как? Да. Но вы наградили роботов такими эпитетами, профессор. А ведь робот – это робот. Механизм и металл. Электричество и позитроны. Пусть у роботов есть разум, так сказать, разум, воплощенный в железе. Но ведь разум, создаваемый человеком, а если нужно, и уничтожаемый человеком. Совершенно верно. Ну, вот видите. А как это согласуется с вашим утверждением, что… Отлично согласуется. Вы не работали с роботами, и вы их не знаете. Они благороднее и лучше, чем многие из нас. Даже так? Даже так. Ну, что ж. Я был бы рад услышать кое-что в подтверждение, сказанному вами. И тогда… Вы знакомы с тремя законами роботехники? Разумеется. Я готовился к беседе с вами и… И напомните мне первый закон. С удовольствием. Первый закон. Да, вспомнил. Первый закон. Робот не может причинить вред человеку или… Или своим бездействием допустить… Да-да-да, вспомнил. Или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Хорошо. Второй закон. Второй закон. Второй закон. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда… Когда эти приказы противоречат первому закону. Верно. Верно-верно. Совершенно правильно. А третий… И третий закон. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит… Первому и второму законам. Правильно. А теперь скажите, Генри, что вы думаете об этих законах роботехники? Что я думаю о них? Да ведь если хорошенько вдуматься, то эти три закона совпадают с основными нравственными правилами людей. Так, очень хорошо. Ну, конечно, конечно. Например, каждый человек наделен инстинктом самосохранения. Но он должен заботиться не только о себе, но и о других. Не правда ли? Да. Он должен вступаться за своих друзей и даже рисковать своей жизнью ради других. И вот робот, созданный разумом человека, безупречно исполняет человеческие законы. А скажите, Генри, всегда ли и все ли люди безупречно выполняют эти свои законы? Да нет. Нет, не все и не всегда. Да. Теперь вам, я думаю, понятно, почему я утверждаю, что роботы благороднее и лучше, чем многие из нас. Разве по человеческим законам живут наши продажные политиканы, наши бизнесмены, готовые ради наживы продать отца родного? А гангстеры? Да. Да, на роботов можно положиться. Единственное, чего нельзя от них требовать, это чтобы они решали за человека, что ему на пользу, а что во вред. Посмотрите на так называемых добропорядочных американцев. Вот возьмите хотя бы историю с Робби. Робби – это имя мальчика? Нет. Так звали робота. Это было время, когда мы выпускали роботов только для использования на земле. Сколько же мы выслушали тогда проклятий протестов. Религиозные организации протестовали за своих предрассудков, обыватели кричали «караул», нас называли создателями демонов и святотатцами. Вот в это самое время и был выпущен Робби. Он был продан в один дом в качестве няньки. Простите, кого? Няни. Робот был нянькой у одной девочки. Ее звали Глория. Ей было тогда восемь лет. Моя очередь спрятаться. Хорошо. Отвернуть к дереву. Отвернуться. Включай секундомер. Смотри, не подглядывай и не пропускай счета. Нашел, нашел. Ты подглядывал. Я не подглядывал. Твое платье торчало из-за камня, я тебя сразу увидал. Все равно ты подглядывал. И потом мне надоело играть в прятки. Я хочу кататься. Я никогда не подглядываю. Ну, ладно. Я просто так сказала, что ты подглядываешь. Ну, покатай меня, Робби. Ну, пожалуйста, Робби. Ну, пожалуйста, покатай меня, а то я заплачу. Не имею такой привычки подглядывать. Ах так? Если ты меня не покатаешь, я больше не буду тебе рассказывать сказок. Вот ты все никогда. Ну, ладно. Давай-ка, садись ко мне на плечи. Вот так. Здорово! Какой ты сильный! Ты самолет, Робби! Самолет! Ты большой серебристый самолет! Только вытяни руки, раз уж ты самолет! Так, полетели! Робби! За нами гонятся пираты! Огонь! Так, один, готов! Так, еще двое! Давай, Робби, не шалей, боевый пасов! Все, молодец! Победа! На посадку! Есть! Видишь эту зеленую поляну? Садимся на нее! Ой, как здорово! А ты не устал? А что ты на меня так смотришь? Ты обещала сказку. Ах, сказку? Какую? Про Золушку. Опять? Ну, я же тебе про Золушку миллион раз рассказывала. Ну, как она тебе не надоела? Это же сказка для маленьких. Про Золушку. Ну, что с тобой делать? Ладно. Так вот. Давным-давно жила красивая девочка, которую звали... Элла. Элла. А у нее была ужасно жестокая... Мачеха. Ха-ха! И две очень некрасивые и очень-очень жестокие сестры. Глория! Глория! Мама зовет. Лучше отнеси меня домой, Робби, а то мама будет сердиться. Я кричала до хрепоты, Глория. Где ты была? Я была с Робби, мама. Я рассказывала ему про Золушку и забыла про обед. Жаль, что Робби тоже забыл про обед. Можешь идти, Робби. Ты ей сейчас не нужен. Слушаюсь, миссис Вестон. И не приходи, пока не позову. Да, миссис Вестон. Погоди, мама. Нужно, чтобы он остался. Я еще не кончила про Золушку. Я ему обещала рассказать про Золушку и не успела. Глория. Ну, честное-пречестное слово, мама. Он будет сидеть тихо-тихо, так что его и слышно не будет. Он может сидеть на стуле в уголке и молчать. Правда, Робби? Да, я буду молчать. Глория, если ты сейчас же не прекратишь, ты не увидишь Робби целую неделю. Но ведь Золушка его любимая сказка, а я не успела ее рассказать. Ты еще здесь, Робби? Я же сказала, ты сейчас не нужен. Я ухожу, миссис Вестон. Мама! Противный робот. Джордж. Джордж, послушай. Я слушаю. Может быть, ты отложишь эту газету и посмотришь на меня? Пожалуйста. Пожалуйста. В чем дело, дорогая? Дело в Глории, Джордж. И в этой ужасной машине. В какой ужасной машине? Джордж, пожалуйста, не прикидывайся, будто ты не понимаешь, о чем я говорю. Речь идет о роботе, которого Глория зовет Робби. Он не оставляет ее ни на минуту. Ну, а почему он должен ее оставлять? Он для этого и существует. И потом он, дорогая, он никакая не ужасная машина. Это лучший робот, какого можно было достать за большие деньги. И он стоит этих денег, право. Он куда лучше половины моих служащих. Слушай меня, Джордж. Я не хочу доверять своего ребенка машине. И мне все равно, умная она или нет. У нее нет души. И никто не знает, что у нее на уме. Нельзя, чтобы за детьми смотрели всякие металлические штуки. Когда это ты так решила? Он с Глорией уже два года. А до сих пор... Да, 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 да. Сначала все было по-другому. Ну, как-никак, новинка. И у меня стало меньше забот, да. И потом это было так шикарно. Вот видишь. А сейчас... Сейчас я не знаю. Послушай, Грейс. Роботу можно бесконечно больше доверять, чем няньке. Ведь Робби был построен только с одной целью. Ухаживать за маленьким ребенком. Все его, ну, как бы это сказать, ну, мышление, что ли, рассчитано специально для этого. Он просто не может не быть верным, любящим, добрым, понимаешь? Он просто... Он просто устроен так. Согласись, не о каждом человеке это можно сказать. Но что-нибудь может испортиться. Ну, какой-нибудь там, ну, я не знаю, ну, какая-нибудь мелочь сломается. И что тогда? Эта ужасная штука начнет буйствовать и... Браво. Это просто смешно. Ты же знаешь, что робот не может причинить вред человеку. При малейшем намеке на то, что может быть нарушен этот первый закон, робот сразу выйдет из строя. Иначе и быть не может. Понимаешь, тут точный математический расчет. Я не понимаю и ничего не хочу понимать в устройстве этих ужасных роботов. Я знаю только одно. Девочка не должна воспитываться так, как сейчас. Ну, посуди сам. Кругом десятки мальчиков и девочек. Многие из них из очень хороших, богатых семей. Ей следовало бы дружить с ними. А она не хочет ни с кем из них играть. Она не желает даже подходить к ним, пока я ее не заставлю. Так больше продолжаться не может. Послушай, Джордж, в поселке тоже недовольны Робби. Недовольны Робби? Да, 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 да. И это началось уже давно. Я просто не хотела тебе говорить. Но больше скрывать этого не могу. Не понимаю. Да, 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 да. Почти все соседи считают, что Робби опасен. По вечерам детей даже близко не пускают к нашему дому. Но мы же доверяем ему своего ребенка. В таких делах не рассуждают. Ах, вот как. Ну, хорошо. Пусть. Мне нет до них никакого дела. А мне есть. Мне приходится встречаться с ними каждый день. И они говорят, что в городе теперь с роботами еще строже. В Нью-Йорке, например, недавно приняли постановление, которое запрещает роботам появляться на улицах от восхода до захода солнца. Наш Робин не ходит по улицам. Он живет дома. Никто не может запретить нам его держать. Послушай, Джордж, ты ведь хочешь, чтобы Глория выросла нормальней, чтобы она смогла занять свое подобающее ей место в обществе. Ты ведь хочешь этого, Джордж? Я хочу, чтобы она заняла свое место. Да, я хочу, но... Джордж, мы должны избавиться от этого ужасного робота. Если ты меня любишь, ты это сделаешь. Грейс? Да, 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 да. Ты можешь вернуть его компанию. Я уже узнавала. Это можно сделать. Грейс, ты хочешь отнять Робби у Глории? Для ее же пользы. Ну, как же ты собираешься сделать это? Ну, это мы как-нибудь придумаем. Робби у Глории Хорошо, что вы вернулись. Сейчас будем ужинать. Понравился тебе фильм, Глория? Очень, мама. Особенно, когда Фрэнсис Фрэнс так тихо-тихо пятился назад и прямо в руки человека-леопарда. А потом ему пришлось бежать. Папа, а на Луне водятся люди-леопарды? Скорее всего, нет. Это просто смешные выдумки. Жаль, что Робби не пускает в кино. Ему бы так понравилось. Но ничего, я ему все расскажу. Робби! Робби! Наверное, он сидит в комнате и дуется на меня за то, что я не взяла его с собой. Ой, папа, тебе придется объяснить ему, что его в кино не пустили бы. Мне он может не поверить. Но уж если ты ему скажешь, он будет знать, что так оно и есть. Да, пап? Глория? А? Глория, иди-ка сюда. Посмотри. Ну? Ой, какая чудная собачка! Какая же ты хорошая! Это мне, мама! Тебе, тебе, Глория, ты видишь, какая она хорошая, мягкая, пушистая, какая хорошая. Я рада, что она тебе понравилась. Она очень добрая, она очень любит маленьких девочек. И ты хорошая моя пёска. И она будет со мной играть? Ну, конечно, она может делать всякие штуки. Хочешь посмотреть? Хочу. Подожди, подожди. Я хочу, чтобы Робби тоже на неё посмотрел. Я позову его, мама. Робби! Робби, иди посмотри, кого мне подарили папа с мамой. Они подарили мне собаку. Я не могу смотреть ей в глаза. Ничего, 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 обойдётся, обойдётся. Мама! Мама, а Робби нет в комнате. А где он? Где Робби, мама? Ты не расстраивайся, Глория. По-моему, Робби ушёл. Ушёл? Куда? Куда он ушёл, мама? Никто не знает, дорогая. Просто ушёл. Я его искала, искала, искала. Не могла найти. Значит, он больше не вернётся? Ну, может быть, мы его скоро найдём. Мы будем искать, Глория. А, тем временем, ты можешь играть с новой собачкой. А ты знаешь, как её зовут? Её зовут Молния. И она умеет... Я не хочу эту противную собаку. Верните мне Робби. Я хочу, чтобы вы нашли Робби. Глория, Глория. Подожди, Джордж, подожди. Ну, что ты, ну, подожди, Глория, Глория, ну, что ты плачешь? Робби – это всё на всё машина, старая, скверная машина. Он не живой. Ничего, никакая он не машина. Он такой же человек, как вы и я. Он мой друг. Вы понимаете, я хочу, чтобы он вернулся, мамочка. Я хочу, чтобы он вернулся. Глория, Глория. Так, оставь её, Джордж. Я не могу смотреть ей в глаза. Мало того, что мы отняли у девочки её лучшего друга, мы ещё врём ей. Врём нашей единственной дочери. Подумаешь, а кто не врёт? Люди есть люди, и мы не исключение. А ради блага нашей дочери я ещё сто раз совру. Ну, ты слышишь, она плачет. Ничего, ничего, ну, пусть выплачется. Детское горе недолговечено. Через несколько дней она забудет о существовании этого ужасного робота. Да-да-да, Грэйс, да, я понимаю. Прошло уже три месяца, а Глория... Ну, Глория перестала плакать. Она перестала и улыбаться. Мне пришлось сегодня отдать собаку. Глория сказала, что терпеть её не может. Джордж, я сойду с ума. Вообще, мы в самом глупейшем положении, каком я только слышала. Глория, представь себе, ребёнок чахнет из-за разлуки с роботом. Может быть... Ох, может быть, нам снова взять Робби. Знаешь, это вполне возможно. Я свяжусь... Нет, нет, нет и нет, я даже слышать об этом не хочу. Мы так легко не сдадимся. Мой ребёнок не будет воспитан роботом, если даже понадобятся годы, чтобы тучить её от Робби. Годы? Ещё год. Я поседею раньше времени. Немного же от тебя помощи, Джордж. Я знаю, что надо делать. Нужно переменить обстановку. Ну, конечно же, ну, конечно. Здесь она не может забыть Робби. Здесь о нём напоминает каждое дерево, каждый камень. Какую же перемену обстановки ты придумала? Мы повезём её в Нью-Йорк. В Нью-Йорк? Когда? Немедленно, завтра. Послушай. Ну? Грейс, ты знаешь, что такое Нью-Йорк в августе? Там невозможно жить. Да, но там живут миллионы людей. Только потому, что им некуда уехать. Иначе там они не стали бы жить. Так вот теперь и нам придётся там пожить. Мы переезжаем, как только соберём вещи. В Нью-Йорке Глория найдёт достаточно развлечений и достаточно друзей. Это встряхнёт её и заставит забыть о роботе. О, Господи! Эти раскалённые улицы! Мы должны, Джордж, это сделать. Должны. Глория похудела за месяц на пять фунтов. Здоровье моей девочки для меня важнее, чем твои удобства. Иди и позови Глорию. Иди. Хорошо, хорошо. Жаль, что ты не подумала о здоровье своей девочки, прежде чем лишать её любимого робота. Что ты там бормочешь, Джордж? Ну, скорее! Глория, 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 детка, зайди, пожалуйста, к нам. Да, папа. Глория, девочка моя, мы едем в Нью-Йорк. Ты хочешь там побывать? Хочешь туда поехать? В Нью-Йорк? Хочу, мама. Ну, ты ведь ещё не была в Нью-Йорке, а там очень интересно. Правда, Джордж? Конечно, конечно. Там множество музеев, парков. Мы совершим путешествие по гудзону на пароходе. Ты никогда не видела парохода? Ой, он очень смешно выглядит. Ты же такой старомодный. А ещё мы слетаем на экскурсию в стратосферу. Да, да, да. Ты знаешь, это захватывающее зрелище. Представь себе, там небо пурпурно-фиолетового цвета, на нём загораются звёзды, а земля далеко-далеко внизу. Да, да, да. Она покрыта туманом и похожа на огромную вогнутую чашу. Ну? Ну, что ты молчишь, Глория? Тебя это не радует? Радует. Вот. А ещё мы сможем погрузиться на подводном корабле в глубины пролива Лонг-Айленд. А когда мы едем, мам? А вот как только соберём вещи? Тогда я не буду терять времени. Да, 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 да. Глория, ты можешь собираться. Я быстро соберу свои вещи, мама. Спасибо, мама. Ну? Ну, что ты скажешь, Джордж? Оп. Слышишь? Она уже поёт. Я же говорила. Нужно заинтересовать её, чем-то и она забудет об этом ужасном роботе. Живём, увидим. Я уверена, что так и будет. Все эти огромные дома и множество людей, и всякие интересные вещи не могут не подействовать на неё. Слышишь? Слышишь, Джордж? Слышишь? Ой, у меня прямо гора с плеч. Мама, я знаю, зачем мы едем в Нью-Йорк. Да? Зачем же? Вы мне не говорили, потому что хотели, чтобы это был сюрприз. А я всё равно знаю. Мы едем в Нью-Йорк, чтобы найти Робби. Правда? Ух. Робби? Ну да. Мы будем искать его сыщиками. Джордж, закрой окно. От этого шума можно сойти с ума. Да, да, ты права. Вот уже месяц, как мы в Нью-Йорке. Господи, это же настоящий ад. Ну, зато мы сделали всё возможное, чтобы заставить Глорию забыть об этом ужасном роботе. По-твоему, нам это удалось? Ну, во всяком случае, она больше не требует, чтобы мы наняли сыщиков. Она забывает о любом, самом захватывающем зрелище, как только поблизости оказывается какой-нибудь робот. О, боже мой. Да, жара. Думаешь, почему она так рвётся в музей науки и промышленности? Она надеется увидеть там робота. Мы не пойдём туда. Напротив, я думаю, нам следует пойти. В музей открылась специальная выставка для детей. Глория увидит, как спокойно относятся к роботам другие дети. И, быть может, успокоится сама. Ой, Джош, делай как хочешь. Я совершенно выбилась из сил. Какая прекрасная выставка для детей. Ой, очарабатывая выставка. Последние достижения от науки и техники. Уважаемые посетители, на втором этаже вы можете встретиться с роботом, отвечающим на вопросы. Джордж. Да, давай. Джордж, а где Глория? Глория. Глория. Странно. Только что она была с нами. Повторяю, вас ждёт робот, который может ответить на ваши вопросы. Я знаю, где она. Ты думаешь? Да, 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 да. Я уверена, что она улизнула от нас к этому роботу. А скажите, мистер робот, сколько будет 14 в квадрате? 14 в квадрате равняется 196. А каковы в данный момент температура и давление воздуха? Температура воздуха 22,2 градуса. Давление 762,508 миллиметров ртутного столба. Может быть, вы ответите, какой атомный вес? Натрия? Атомный вес натрия 23. Мистер робот, мистер робот, мистер робот, отвечающий на вопросы, а не можете ли вы мне помочь? Я могу помочь вам. Большое спасибо, мистер робот. Вы не видели Робби? Кто это Робби? Это робот, мистер робот. Он примерно вот такого роста, мистер робот. Ну, немножечко выше. И он очень хороший. Знаете, у него есть голова. У вас нет, мистер робот, а у него есть... Робот? Да, мистер робот. Как вы, мистер робот. Только он очень, очень похож на настоящего человека. Робот, как я? Да, мистер робот. Я не видел. Ну, вот же она. Вот она, Глория. Глория. Ну, что ты здесь делаешь, противная девчонка? Ну, ты знаешь, что папа и мама перепугались чуть не до смерти. Ну, зачем ты убежала? Я только хотела посмотреть на робота, отвечающего на вопросы. Я думала, что он, может быть, знает, где Робби. Ведь они оба роботы. Я должна найти Робби, мама. Я должна его найти. О, Господи. О, Господи, опять этот Робби. Идём, Джордж, и я больше не могу. Ну, успокойся, успокойся, дорогая. Глория, Глория, поди посмотри вот на этот электромагнит. Видишь, какой он огромный. Ну, поди, поди, поди. Мы с мамой к тебе подойдём. Успокойся, дорогая. Ой, Боже. Успокойся. Послушай, у меня есть идея. Идея? Какая идея? Насчёт Глории. Ой, я знаю твою идею. Ты собираешься предложить мне слово купить этого робота? Нет, нет. Нет? Нет. Ну, тогда я слушаю. Может быть, хоть ты что-нибудь придумаешь? Всё, что я сделала, ни к чему не привело. Так вот, что мне пришло в голову. Ну, что? Всё дело в том, что Глория думает о Робби как о человеке, а не как о машине. Ну? Естественно, она не может забыть его. Ну, ну. А вот если бы нам, думаю, удалось убедить её, что Робби – это всего-навсего куча отдельных стальных листов и медного провода, оживлённый электричеством, тогда она перестанет по нему тосковать. Это психологический подход, понимаешь? Понимаю. 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 Да, но а как ты собираешься это сделать? Очень просто. Как ты думаешь, где я был вчера вечером? Где? В фирме US Robots. Я уговорил Робертсона показать нам завтра все его владения. Мы пойдём втроём, и вот увидишь, когда мы всё посмотрим, Глория убедится, что робот – это неживое существо. Послушай, Джордж, дорогой, а ведь это неплохая идея. У меня других не бывает. Ах! Итак, я надеюсь, вы поняли, что в производстве роботов важную роль играют и фотоэлементы. Да, 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 да. Это очень интересно. Правда, Глория? Я так и думала, что робот – это всякие механические штуки и ничего больше. Извините меня, Робертсон. А есть ли у вас на заводе участок, где работают одни роботы? Что? А, да, да, да. Конечно, конечно. Разумеется, есть. Некоторым образом заколдованный круг. Роботы производят новых роботов. Понятно. Ну, конечно, как правило, мы этого не практикуем, но очень небольшое количество роботов производится руками роботов. Просто в качестве научного эксперимента. Понятно. Видите ли... А можно нам посмотреть этот участок? Это было бы очень интересно. Правда, Глория? Да, папа. Да, да. Да, сейчас я вам покажу этот участок. Пожалуйста, сюда, господа. Пожалуйста. Пожалуйста, сюда. Да, да. Не переступайте барьер. Не переступайте барьер. Хорошо. Нет, нет, нет. Вот одни роботы. Пять человек только присматривает за ними. Они даже не находятся в этой комнате. А между тем, за пять лет, с тех пор, как мы начали эксперимент, не было ни единой неисправности. Глория! 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 Глора! Глория! Глора! Никому нельзя! Позвожу, я не буду! Глория! О, Боже! Трактор! Автоматический трактор! Кто его выпустил? Остановите трактор! Остановите же трактор! Спасите! Спасите ее кто-нибудь людям! Вы меня отпустите! Стойте! Стойте поздно! Мама! Она потеряла сознание! Сейчас она придет в себя! Сейчас она придет в себя! О, Боже! Трактор! Автоматический трактор! Кто его выпустил? Остановите трактор! Спасите ее! Вы люди или нет? Кто-нибудь спасите! Глория! Глория! Грейс! 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 Ты меня сошла с ума! О, Боже! Я сошла с ума! Иди в себя, Грейс! Ну, пожалуйста! Ну, выпей воды! Вот так вот! Ты видишь, Глория жива! Жива и невредима! Робби! Спас ей жизнь! Если бы не он! Это же просто страшно подумать! Ну, выпей воды, Грейс! Глория! Ой, девочка моя! Ой, я думала, я умру, когда этот автоматический трактор мчался на нее! Ну, успокойся! Успокойся! Это ты все устроил! Я? Да, да! Робби не предназначался для работы на заводе! Ты нарочно устроил так, чтобы его посадили здесь, чтобы Глория его нашла! Это ты все устроил! Ты! Ты! Ну, я! Но, Грейс, откуда я мог знать, что встреча будет такой бурной? И потом Робби спас ей жизнь! Ты должна это признать! Ты не сможешь отослать его снова! Ну, ну, хорошо! Ну, пожалуй, он может остаться у нас, пока его ржавчина не съест! Робби! Какой ты хороший, теплый мой Робби! Глория! 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 Случайно я была свидетельницей этой сцены. Я была тогда совсем молодой. Но я и до сих пор помню, как Глория обняла его за шею, что-то шептала на ухо роботу. А руки Робби, отлитые из хромированной стали и способные завязать бантиком двухдюймовый стальной стержень, нежно обвивались вокруг девочки, а его глаза светились темно-красным светом. Робби спас ее, рискуя собой. Еще бы. Трактор проехал по тому месту, где была Глория, на полсекунды позже робота. Кроме Робби, никто не отважился бы на это. Да, так может поступить только рыцарь. Хороший, самоотверженный человек. Или робот. Да, теперь я понимаю, профессор Келвин, почему вы говорите о роботах с такой любовью. Вы создаете их по образу самых лучших людей. Я рада, что вы это понимаете, Генри. Доктор Келвин, наверное, вы еще много интересного смогли бы рассказать о роботах. Мое время кончилось, Генри. Давайте поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Вы слушали радиоспектакль для школьников «Робби, верный рыцарь», созданный по рассказу известного американского писателя Айзека Азимова «Я робот». Автор инсценировки Юрий Гутин. В передаче принимали участие народные артисты РСФСР Ирина Карташова и Борис Иванов, заслуженные артисты РСФСР Клара Румянова, Алексей Кузнецов, Александр Михайлов, Лев Шабарин, артисты Светлана Травкина, Всеволод Абдулов, Евгений Данчевский и Михаил Лобанов. Шумовое оформление Петра Бондарева. Режиссер Владимир Шведов. Редактор Александр Дитрих. Дорогие ребята, слушая наш радиоспектакль, вы, наверное, представляли себе, как выглядит верный рыцарь Робби и его друг, маленькая девочка Глория. Нарисуйте их, пришлите ваши рисунки в редакцию и напишите, что вам больше всего понравилось в рассказанной нами истории. Какие еще научно-фантастические рассказы вы хотели бы услышать? Напоминаем наш адрес. 113-326, Москва, Радио, Детская редакция.